21 апреля обозначен в календаре как день органов самоуправления. Именно общественники, или как их называют ТОСовцы, знают все насущные проблемы своей территории. Вот уже 10 лет Татьяна Мерчанская является председателем ТОСа поселка Степнова. В этом году на краевом конкурсе ее ТОС получил второе место. Побывав в Степном, наша съемочная группа застала Татьяну Сергеевну в первый день ее отпуска на рабочем месте. В Дома культуры поселка Степнова родниковского сельского поселения нас встретили веселые коты, осьминог и другие забавные персонажи. Сейчас Дом культуры притягивает к себе всех, и детей, и взрослых, но так было не всегда. Когда сюда 16 лет назад на работу пришла Татьяна Сергеевна Мерчанская, его состояние было плачевным. Но благодаря ее личным стараниям, помощи работников клуба и финансовой поддержке администрации района, Дом культуры начал новую жизнь. Мы штукатурили, белили, комнаты восстанавливали, потолки есть, что еще надо, руки есть. Трудовая биография Татьяны Сергеевны, переселившаяся в семье в 90-м году из Чечни обширно, этот опыт пригодился и на новом месте. Я, когда в Чечне, я работала 10 лет агрономом, а потом опять лет в райкоме партии, в орготделе. Вот этот орготдел мне дал, как-то, знаете, организационные навыки я получила. И я здесь могу к людям подойти, знаете, как правильно. Постепенно местные жители, увидев неравнодушие руководителя Дома культуры, стали обращаться к ней со всеми своими бедами и проблемами. Так Татьяне Сергеевне пришлось стать по совместительству председателем территориального общественного самоуправления поселка Степнова. Сегодня она занимается самыми разными проблемами поселка, от наведения чистоты до организации правопорядка и благотворительной помощи односельчанам. Вот люди приходят, приносят нам вещи. Мы смотрим, ну, кому-то оказывать помощь. Мы оказываем население многодетным, малоимущим, очень много вещей даем. Если смотрим, что какие-то трудности, в администрации обращаемся, а не может какую-то помощь. Было, что и цемент привозили, и щебенку привозили людям, и дрова, и воду проводили, и крышу меняли. В Степно много детей разного возраста. Для них и были установлены детская площадка и тренажеры. Как настоящая хозяйка Татьяна Сергеевна стараются везде создать красоту, привлекают к этому всех односельчан и люди откликаются. Кто-то помог установить лавочки и урны, кто-то высадил цветы и покрасил площадку. Эти божьи коровки были раскрашены детскими руками. Может быть, благодаря такой слаженной работе и неуемной энергии Татьяны Сергеевны, именно этот ТОС стал одним из лучших ТОСов района. Победа – это не только моя, это жители поселка, это наших работников сельского клуба, потому что они очень большую активность проявляют во всем. Ну и, конечно, планов и идеи у председателя ТОСа немало. Скоро возле Дома культуры будет новая плитка. На нее решено потратить призовые деньги, ведь здесь на праздники собираются все жители Степнова. В этом году мы хотим сделать, знаете, такой конкурс «Самое цветущее подворье» и вручить, ну, по итогам вручим, значит, ну, какие-то призы, чтобы наш поселок не только здесь, а вот в центре цвел, но мы хотим, чтобы каждый дворик был особенный. Пожелаем Татьяне и Сергеевне ее активу, чтобы сбылась их заветная мечта о родном поселке, о самом чистом, цветущем и благоустроенном. Юлия Вагапова, Александр Чернышенко, События и люди.